Клиническая эндокринология Эндокринология, придя в медицинский мир в начале XX века, стала к XXI веку, как это стало всем понятно, одной из трех интегративных систем организма. Поэтому наши конгрессы, когда-то бывшие двух и трех дневными, стали недельными. Разнообразие тем, которые мы затрагиваем, невероятно велико. Структура конгрессов такова, что первые пленарные доклады посвящены нашим перспективам. И в этом плане наиболее интересно то, как представил академик Дедов гипотезу о возможном изменении наших концепций о развитии сахарного диабета первого типа. Это гипотеза, научная гипотеза, и это очень интересный жанр для конгресса. Пленарная лекция – это то, что будет мысль слушателей. С моей точки зрения очень интересный явился доклад Натальи Георгиевны Мокрышевой, посвященный роли аутоиммунных поражений, в том числе жировой ткани. Для нас это совершенно новый пласт, потому что даже то, что жировая ткань – это эндокринный орган, орган эндокринной системы, не классическая железовнутренняя секреция, даже это стало известно только в последние 15-20 лет. А вот роль жировой ткани в формировании аутоиммунной патологии и роль аутоиммунной патологии в формировании патологии жировой ткани – это во многом абсолютно новые вещи, которые должны быть тоже хорошо продуманы. И некоторые идеи появляются уже сейчас, в процессе обсуждения этого доклада. Приехало очень много коллег из регионов, и они рады возможности вздохнуть, забыть ковидное время, когда они были в ковидных госпиталях, и мы не могли общаться, посмотреть друг на друга и обсудить на своем языке то, что происходит в мире эндокринологии. Ну и, конечно, после первых двух пленарных докладов свое законное место занял сахарный диабет – самая распространенная и очень неоднородная патология. Расскажите, пожалуйста, каким аспектом посвящен был ваш доклад сегодня, почему так необходимы клинические разборы для врачебной аудитории? Спасибо большое за вопрос. Когда мы говорим о новейших открытиях в молекулярных вопросах, в вопросах генетики, в вопросах биохимии, это очень интересно откладываться в копилку врача на потом. Как это потом будет преломлено в одном единственном Иванове, Петрове, Сидорове. И поэтому мы решили немножко нарушить даже международную традицию. Дело в том, что так называемая встреча с профессорами обычно откладывается на последние дни. Это уже только для клиницистов, что интересует их. Мы решили изменить дизайн. У нас будет три ведущих профессора-академика и будет три докладчика, доктора и кандидата наук. Мы отобрали самые редкие, самые нестандартные, самые необычные случаи. Будет разговор о том, как была диагностирована опухоль надпочечника, редкая альдостерома во время беременности. Это тот еще квест. Будет разговор о таком очень сложном явлении, как синдром Мюнхгаузена. Это заболевание, которым должны заниматься и психиатры, и уж те специалисты, имитацию болезней в области которых будет проводить пациент. И будут разбираться вопросы, связанные с заболеваниями щитовидной железы. Поделитесь, что необходимо учитывать клиницистам при подозрении у пациента эндокринной патологии. Вы знаете, мы на ваш вопрос уже ответили даже. Дело в том, что так исторически сложилось, что врач общей практики недостаточно знает эндокринную патологию. И так исторически сложилось, что эндокринная патология часто мимикрирует под другие заболевания. Поэтому в нашем центре была создана программа эндонастороженность. Она была принята при активном участии академика Драбкиной, которая отвечает за первичное звено как терапевт и отвечает за профилактическую медицину. И эта работа была инициирована член-корреспондентом Мокрышева, директором нашего центра. Мы стараемся, это очень непросто, мы стараемся вернуть врача человеку и вернуть человека к врачу. Вот я сегодня в перерыве приезжала в центр, потому что у меня был пациент, консультация которого никак не могла быть отложена. И в который раз я подумала, как же я хочу в 19 век. Когда человек приходил к врачу и рассказывал, что его беспокоит. В нынешней системе единиц человек вытряхивает кучу листочков, сообщая, что ему сделана куча анализов. И когда я прошу его абстрагироваться от этих анализов и сказать, что именно беспокоит его, вот конкретно, почему он ко мне пришел, это вызывает какой-то шок. Как же так? Вот у меня листочки, на них же цифры. О чем вы меня спрашиваете? А спрашивать пришлось о том, что человек, имея реальную болезнь, очень плохо знает и понимает, что он должен с ней делать. И он рискует встретить врача, но у него же есть знакомый стоматолог, он же может его о чем-то спросить, который тоже что-то плохо знает. Или прийти куда-то к тем людям, которые вообще обещают вылечить все, вся и желательно змеиным ядом, супоросным ягненком, что-нибудь в этом духе. Поэтому это очень важно, вот возвращаться с молекулярного уровня к пациенту. Академик Тареев когда-то говорил, вот путь врача больной, книга больной. Сейчас книга стала такой простой, она вся влезла в гаджет, она вся в компьютере. Появились системы помощи принятия врачебного решения. Вот как научиться всем этим пользоваться, и как вернуть доверие к врачу больного, который вначале обращается к доктору Гуглу, потом к доктору Яндексу, и только потом к Марии Ивановне участковому терапевту. Но как вам кажется, все-таки в последнее время сокращается эта дистанция между врачом и пациентом? Или все-таки еще... Она сокращается не с той стороны. Дело в том, что она очень сокращается с одной стороны, потому что пациенты, получая достаточно поверхностное знание, потому что когда... Ведь те знания, которые излагает Гугл и Яндекс, когда неприличные, это знания, которые дали мы, адаптируя свою речь к пониманию пациента. Пациент все это усвоил, хорошо записал, и потом появляется передо мною, и я, честно говоря, чувствую себя иногда как волна на патриарших, когда Иванушка бездомный пытался ему доказать, что его нет. Когда я пытаюсь вернуть к реальной земле, это замечательно. Все наши новейшие сведения, которые мы здесь получим, они адаптируются в помощь больному, но они адаптируются в персонализированную помощь, в персонализированных обстоятельствах. А не как ставит иногда задачу перед нами пациент, но ведь моя соседка, она же получила такое лечение, почему же я получаю другое? Вот, видимо, когда пациент сам осознает, что помощь к нему должна быть персонализированной, а не так, как всем, возможно, у него изменится отношение к врачу. Возможно, тогда ему захочется получать именно индивидуальную консультацию, а не такую, как у соседки. Тогда нам нужна ваша помощь, потому что у нас есть один из важнейших переводчиков между врачом и пациентом. Это вот четвертая власть. 25 мая, о чем, наверное, напишут журналисты, Всемирный день щитовидной железы. Да. Расскажите, пожалуйста, какие научные достижения по заболеваниям щитовидной железы будут представлены на конгрессе или уже были представлены? Щитовидную железу изображают в виде бабочки. И последнее графическое изображение – это бабочка, все крылышки которой и даже тельцы исписаны сообщением о разных молекулах, разных ферментах, разных обменных процессах. Если говорить предельно коротко, мы очень хорошо продвинулись в изучении онкопатологии щитовидной железы. Вот действительно, если с так называемыми высоко дифференцированными раками, самими распространенными, банальными, мы научились хорошо управляться уже в последние десятилетия, у нас четко разработаны алгоритмы ведения людей, у нас разработана последовательность применения тех или иных методов лечения, и тот момент, когда мы можем говорить, вы практически здоровы, понимаете? От вашего рака не осталось ни следа. Теперь вам нужно просто поддерживать какие-то определенные уровни, возмещающие работу вашей щитовидной железы, не забывать о перенесенной болезни, ну и что самое важное – не бояться ее. А вот сейчас мы пришли к новому уровню понимания, что и другие, более редкие раки, у нас, по-видимому, будут получать уже адекватные лечения, мы сможем, ну, в какой-то приближенно благополучной тональности говорить о них. Мы продвинулись достаточно, вот начинаем продвигаться в лечении некоторых поражений различных органов, ассоциированных с базедовой болезнью. Вот поражение глаз при базедовой болезни было всегда большой трудностью, но сейчас мы движемся. Но как ни странно, мы не можем сдвинуться с места в том простом вопросе, который когда-то в молодой советской республике, молодое советское правительство, жившее в эмиграции в Швейцарии, и прекрасно видевшее, как работает закон, ну, там, какой-то в кантонах закон о йодированной соли, какое-то великое дело – профилактика заболеваний йодных, связанных с йодным дефицитом. То есть то, что мы имели, победы, которые мы потеряли после Великой Отечественной войны, когда политика как-то проникает в эндокринологию неожиданно, в Советском Союзе были грандиозные йод-дефицитные регионы типа Узбекистана, типа Тувы, и присоединились колоссальные йод-дефицитные регионы Западная Украина, Западная Белоруссия. Так вот, в 1957 году йодный дефицит в Советском Союзе был практически ликвидирован. Сейчас мы узнали много нового про него, узнали про более легкие, про стертые формы, но мы так и не можем ликвидировать йодный дефицит. Ну, черт побери, закон о йодированной соли. Ну, я не знаю, 113 стран мира в том или ином формате имеют этот закон. 13, некоторые говорят 19, государства так быстро образуются на этой планете, не имеют такого закона. Но число-то какое-то нехорошее, 13. Чертова дюжина, надо исправлять. Надо исправлять. Расскажите, насколько инновационные технологии помогают сегодня верифицировать диагноз? Вы знаете, это очень важно, потому что мы внедряем новые методы иммуногистохимии, мы внедряем новые методы генетические, благодаря которым множество орфанных заболеваний вдруг неожиданно стало простыми и понятными, что поменяло лечение этих заболеваний. В нашу позитронно-эмиссионная томография с различными метками помогает найти то, что мы раньше найти не могли. Инновационные технологии, ну вот тот же самый сахарный диабет первого типа, прошло 100 лет от того момента, когда дети с этим заболеванием были обречены на смерть за 3-6 месяцев. Появилось множество инновационных технологий, которые позволяют удобно смотреть сахар крови, удобно вводить инсулин, но мы все замираем в надежде, что появится инновационнейшая технология, которая даст другие возможности. Появились новые лекарственные препараты для лечения сахарного диабета второго типа. Я уже говорила о поражении глаз при патологии щитовидной железы, тоже инновационные препараты. Но все мы знаем о том, что голливудские звезды просто объедают больных с сахарным диабетом, отнимая у них многие препараты, которые совершенно искренне заводы не успевают производить. На Земле так много людей с избытком массы тела, и всем так хочется вместо отказа от пирожники ввести хороший препарат, что, в общем, такой вот удивительный совершенно момент в нашей жизни. Инновационные препараты касаются очень многих редких заболеваний, я уже говорила, когда генетика и редчайший препарат может помочь больному. И здесь мы продвигаемся дальше в попытках получить, скажем так, определенный лекарственный суверентет. Политическая ситуация не настолько проста. И как бы мне даже любопытен вот этот вот квест для коллег, как в России, так и за рубежом. Да, политика вмешивается в нашу жизнь. Мы должны больны, чем виноваты. И как быть вот с какими-то редкими лекарствами, редкими болезнями. В честь наших коллег, в подавляющем большинстве случаев, они понимают это. Ну, а мы, в свою очередь, должны стремиться к максимальному суверенитету. Мы большая страна, и мы должны думать над тем, чтобы было воспроизводство каких-то лекарств, может быть, даже в обновленной форме. Мне кажется, что, наверное, один из путей решения этой проблемы – это взаимодействие науки и бизнеса. Чего почему-то нет сейчас такой плотной связки, но хочется надеяться, что в будущем она все-таки появится. У бизнеса могут быть свои интересы, и бизнес без помощи государства не сможет поддерживать так называемые орфанные болезни. Это очень сложный вопрос. Хотя создаются фонды, которые помогают, и мы все это знаем. В взаимодействии науки и бизнеса – да, и нужна, конечно, ваша помощь. Мы всегда готовы. Еще один вопрос. Расскажите, пожалуйста, какие образовательные проекты, какие школы для врачей открываются в ближайшее время? Что новенького ждет? Спасибо большое за очень важный вопрос. Я начала с того, что пациент изменился, и он может в гаджете найти ответы на многие вопросы. Но у нас обучение пациентов заложилось в обучении больных как способ терапевтической школы. Ведь если есть хроническая болезнь, значит, нужно знать, что делать в тех или иных ситуациях. Ситуации будут множиться, жизнеразнообразно. И с самого начала создания терапевтического обучения была идея глаза в глаза. Глаза в глаза и группа, небольшая группа, потому что человек услышит разные проблемы, с которыми сталкивались сходные люди. Теперь выяснилось, что обучение тоже должно быть многокомпонентным. Каким-то вещам можно научить с помощью гаджета. Каких-то людей легче обучить с помощью системы поддержки принятия врачебного решения, в том числе и врачей. Каких-то людей нужно обучать, глядя в глаза в глаза и испытывая определенную эмпатию. И вот сейчас среди наших образовательных программ, которые невероятно разнообразны, и они включают и тренинги по субспециальностям, и тренинги по каким-то определенным видам лечения, приходит очень важная задача. Вернуть школы диабета и обучить обучателя. Уверяю вас, что обучать очень непросто. Потому что, как когда-то говорила моя подруга, вы знаете, есть две малооплачиваемые и очень сложные профессии. Это врач и педагог. Ну, собственно, прошу прощения, ирония судьбы. Вы хотите объединить их в одном лице? Вот мы хотим объединить их в одном лице. Нам нужно вернуть школы диабета и нужно вернуть вот того обаятельного, терпеливого врача, который сумеет проводить разные школы диабета. Ну, условно говоря, и школы диабета для тех, кто уже владел помпой, да? И школы диабета для тех, у которых, ну, скажем так, мягко, есть некоторые когнитивные особенности. Но эти люди заслуживают, чтобы им дали все возможное, все наилучшее. И вот с моей точки зрения самое важное, что мы делаем, это обучение обучателей. И надо очень понимать, что гаджет не для всякого. И не для всякого компьютерная школа. А кто-то может обойтись комбинацией, а кто-то только компьютерный. Ну что ж, берем курс не только на персонификацию нашего пациента, но и на персонификацию врача. Да, и не каждый врач сможет обучиться. Вы очень правы, персонификация врача. Чтобы подход был индивидуален ко всем, чтобы в нашей сфере все становилось только надежнее и прозрачнее в будущее. Спасибо вам большое, Галина. Спасибо большое за прекрасные вопросы.